Друзья, приветствую всех на канале Есть-Поесть. Сегодня пеку великолепный пирог. Он наполнен грушами, пряными ароматами и с аппетитной хрустящей карамельной корочкой сверху. Пирог готовится очень просто и быстро и, думаю, не оставит вас равнодушным. Вместо груш сюда отлично подойдут яблоки, а список ингредиентов, как обычно, открывайте под описанием к видео. Беру спелые, но плотные груши и режу их пластинами толщиной 3-5 миллиметров. По ходу срезаю все ненужное, но при этом кожицу я не очищаю, так как она у меня очень тонкая. Боковые части груш я режу кубиками. Соединяю сахар, масло и ликер и отправляю на плиту. После растворения варю где-то одну-две минуты, пока масса не приобретет кремовый оттенок. Все время помешиваю. Выливаю карамель в форму диаметром 24 сантиметра и распределяю, пока она еще не застыла. Для теста к яйцам добавляю сахар, соль, пряности и взбиваю миксером одну-две минуты до растворения сахара. Добавляю сюда натуральный мед, кефир комнатной температуры и растопленное сливочное масло. Просто размешаю миксером на средних оборотах. Далее добавляю примерно половину порции муки и соду. Беру ее в ложку и провожу ножом, чтобы убрать все лишнее. Горочки не должно быть. Размешиваю миксером также на средних оборотах и добавляю оставшуюся муку. Тесто получается таким, достаточно жидким. В форму с карамелью выкладываю кружочки груш внахлёст. В тесто кладу грушу, порезанную кубиками, и размешиваю. Выкладываю тесто в форму и отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 40-45. А вы ориентируйтесь по своей духовке. Сразу же, как только пирог готов, прохожусь по краю ножом, накрываю тарелкой, переворачиваю и аккуратно убираю форму. В общем-то, пирог уже можно подавать. Он одинаково хорош как в горячем, так и в остывшем виде. Когда он остынет, карамель станет хрустящей. Она отлично сочетается с мягким и нежным тестом. Груши у меня до конца не успевают размягчиться и остаются слегка плотными. Пирог очень гармоничный, обязательно попробуйте. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Смотрите на моем канале и другие рецепты с грушами, и не только. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.